Погоди, надо тут порешать, поговорить. Я пришел в нападение, тупняк, но это так. Вчера мы видели Бугатти. Самый важный вопрос. Такие вещи. Мы едем и видим виноградные плантации. Рассказывают, что казах какой-то здесь этим всем рулит, купил участок и виноградники. Гольф поля? Ну, можно на вот этот гольф, иначе ничего не сможет. В общем, здесь какая-то огромная история, фазенда. Я не знаю, как это назвать. А здесь дизайн. Ну, видите, ландшафтный дизайн. Куча деревьев, миллионы деревьев, просто пальм каких-то. И все такое аккуратненькое, красивенькое. В общем, какой-то серьезный бизнес, связан с ландшафтным дизайном. Ну, вот они показывают на видео свои плантации, как у Карабаса-Барабаса. Видите, очень много деревьев. Показывают, как они их стригут, что они делают. И вот, прикольно, смотрите, как перевозят. Очень круто, я в таких местах не был. Вот наша задача поставить сюда юрты. И разобраться, какая проблема. Гафур говорит, что там есть какое-то дерево. Из кары дерева делаешь же корк. Корковая вот эта пробка. Пробка. Да, ну, это специфичное дерево. Оно дуб-дуб специфичное. Ребят, Восток белый тонкий. Зия мне говорит уже не первый раз, что, слушай, так вопросы не решаются. А я просто говорю, а что нужно сделать для того, чтобы завтра здесь уже были наши юрты. Он говорит, погоди, надо тут порешать, поговорить. В общем, подключаюсь, начинаю разговаривать. Вместо просто какой-то отрыв башки. Я такого не видел ни разу. Так, ну, сейчас уже перешли мы к собственнику на переговоры. И уже обсуждаем, уже обсуждаем дела. Что шагали? Так, собаки, видите, хозяина узнают, да? Ребята, что, будем тренироваться сегодня? Вот, молодец. Лапы дай. Лапы не дают. В общем, пробковое дерево. Смотрите. Видите? Пробковое дерево. Здесь можно гулять бесконечно. Я, честно говоря, в шоке. Меня это место очень сильно удивило. И очень сильно вдохновило. Да, это павлины. Нас павлинами не удивишь. Вот нам такие цветочки больше по душе. Красивые павлины. Тоже нормальные курицы. Ну, мы продолжаем наше путешествие. Ходим вокруг шоурума. Причем, обратите внимание, все в брусчаточке. И не знаю, сколько здесь уложено денег, но это какие-то серьезные космические суммы. Ну, они, получается, здесь как и гостиница, да? Саша, это Тоскана уже нет. Вот, как Тоскана, можно людей сюда... Ну, понятно, здесь люди винишко могут подегустировать и пожить, и... Мишленовские рестораны ездят. А, Мишленовские рестораны. Ну, понятно. Нам точно сюда. Ольгафур показывает, какие бывают глэмберги. Просто дорога. Ничего нет. Ну, вправо и слево, и глэмберги. Сколько здесь земли? Присеки сторон его. У нас несколько метров поезда. Эти земли, они развернуты, июля. Да, в 60-х километрах. И, они там сняли, и сюда видят, и вот, они там сноре. Сюда, мы только видим, сколько здесь. Это земли. Сюда еще там сняли. Здесь сняли деревья, которые ждут... Сюда тоже сняли, и здесь... Вот проект, здесь Тинихаус и планирование. Это кирилл. Да, нет, нет места. Тебе есть место, и ты покупаешь. Похоже, понятно. Но я даже сейчас понимаю, можно перевести Гафуру. Если будет стоять глэмпинг из юрт и глэмпинг из Тинихаус, пойдут в юрты. Потому что везде Тинихаусы, а юрт нет. Учера, везде, недоумевание, у нас есть Тинихаус в чадыр. У вас есть чадыр. Учера сказал мне, что я ищу, я ищу, я ищу с ними. Александр, я не получал об этом, ищу с вами ищу с ним. Что-то. Позову наше прошло, у нас еще в чадыр ищу. Мы не решились, потому что я сказал Гафуру, почему не продавай, жди Александра, как приедет. А, окей, дождались. Один месяц ждать, один месяц. Какие-то платформы тут что-то было. Здесь вот кафешка и много земли. Ну, я думаю, тут гектар, наверное. А здесь были, скажи, палатки были. Палатки. И мы видим вдали моря. Здесь, видите, видно платформы. Говорит, палатки здесь были, деревянные. Здесь сразу юрты можно устанавливать и все, проблем нет. И я как понимаю, еще не сезон. То есть через месяц-два здесь жизнь закипит, движуха начнется. Пока как бы так все мертвенько. Тишина, спокойствие. Ну, сезон скоро начнется. Вот нас встречает охранник. У нас встреча еще одна. Потенциально сейчас поймем, какая судьба. Смотри. Здесь, ребят, офис. Собачки гуляют. Смотри, там еще наверху еще одно. Ай, что оно такое, хорошее. Ну, да, там тоже тени хаоса стоят. Сейчас будем допрашивать ребят. Что у них, как? По-моему, Зия пришел в нападение, но я не понимаю, чем они говорят. Я просто сижу, улыбаюсь и иногда на меня показывают пальцем. Но разговор непонятен. Хотя бы был бы он на английском языке плюс-минус. А так непонятно. Но говорят, что даже вот по плану я смотрю, генплан, что очень много хотят повторить опять здесь тени хаоса. То есть тени хаоса здесь вообще какое-то сумасшедшее. Зия расскажи, о чем идет речь-то вообще. Что тут происходит? Вот смотри, есть такое слово. Охуел. Вот честно тебе скажу, я даже тебе не передаю то, о чем мы с тобой общаемся. Человек говорит, нам заказали 1200 тени хаосов. Или хотят заказать. Ну подожди, хотят заказать и заказали, это разные вещи. Подожди, я говорю, вы уверены в этом? Да, говорят, потому что общее количество тени хаосов будут... Будут 5-минкач? Топ ламда? Три хаосов? Или час? А это 3-й этап, 5-й этап. Второй этап будет? Тысяч. Вот пять тысяч. Я говорю, вы как бы, что это такое? И он мне показал проект. Проект. Я говорю, слушайте, ребята, я спутал, я на той планете, наверное, мы с Сашей. И я ему поговорить не буду, потому что если пережил, скажут, вы турки нормальные. Нормальные. Не, а кто за это платит? Дерибаска? Государца. Прохоров? Нет. Сейчас он по-другому идет. Это госпроект. У нас скоро будет землетрясение. Трамп? Нет. Трамп? Нет. Дерибаска, люди, алюминиюм, коронавирусные. Деньги готовы говорить. Эллон Маск? Государство? Нет. А государство? Нет, у нас стоит Эрдоган круче, чем Эллон Маск, круче, чем Дерибаска. Он говорит секретарь. Он говорит секретарь. Нет, сейчас подожди. Что ты скажешь? Ты говоришь снимай Джунейд Бей, вот его зовут Джунейд Бей. Ну это такое обращение, уважительное. Сейчас мы просто зашли и к нему, да, зашли, да, заехали с той стороны. В следующий раз говорит, через три секретарь придешь. Просто так. Не, он за тобой будет отправлять вертолет. Ну, наверное. Хеликоптер. Ну ему не очень нравятся эти шутки, по-моему. Ребят, ну, видите же, да? Тинни Хаус. И ничего с этим сделать мы не можем. Здесь просто есть дурацкий ракон, и я даже уже придумал анекдот. Анекдот простой. Ты покупаешь в Турции дом, и тебе дают четыре колеса в подарок. Ты говоришь, мне не нужны четыре колеса. Но, тебе говорят, могут прийти через год и проверят, есть у тебя колеса или нет. Если у тебя колес нет, оштрафуют. Но я никогда никуда не поеду на этих колесах. А нас не волнует. У тебя должны быть колеса. Вот примерно так. Тупняк, но это так. Ну, это вот уже где-то час продолжаешь, они что-то обсуждают. Я вообще большую часть-то не понимаю, но так эмоционально происходит периодически. Мы садимся в машину, и нам сейчас будут показывать просторы турецкие. В общем, мы ездим по полям, по лесам, смотрим участки, море. Все очень красиво, перспективно, много оливковых деревьев, артишоки растут полями. Но в Турции это, может быть, и турецкие накиды. Поэтому здесь надо разбираться, общаться. Обещать не значит жениться. Да, обещать не значит жениться, поэтому... А то, что Восток дело тонкое, Саша уже второй день начал так вникать. Серьезно. Восток дело тонкое. Шопер. Шопер. Восток. Музыка. Музыка. За этими деревьями. Ага. А земля-то где? Земля где-то здесь, да? Прямо здесь, вот эту территорию они арендовали. Море за ним. Некогда? 74 тысячи пенечных. Ага, а что тут какие-то заброшки? Попытались что-то построить в своё время. Города Алмакю, немецкая деревня была такая. Прямо заброшка конкретно. Им не дали разрешение на эксплуатацию. Осталось наполовину. Не функционировало. Переводные вложения. Ребят, в брус посмотрите, что здесь построили и не ввели в эксплуатацию. Турецкий расклад называется. Турецкий гамбит. Ну вот вам бизнес по-турецки. Не знаю сколько времени этим постройкам, но по сути строили, строили и пришлось всё просто забросить. Это кладбище какое-то недостроенных домов. Здесь. Хотят здесь построить глэмпинг, но я не представляю, как может быть глэмпинг с видом, конечно, на море и с видом на такие заброшки. А вообще абсолютно непонятно. Зия, давно это стоит? Давно. Обманули немцев. Обманули немцев? Да. Да. Кинули. По-большому. Нашелся такой человек, который в Германию объявил, что за небольшие деньги вы будете жить у моря и у вас будет очень хорошая инвестиция. Но землю они купили по дешевке. Он им обещал, что сделает, сделает. Вот этот, как называется, мер местного. Здесь у нас человек, тут другое. Ты подожди, а где глэмпинг они хотят? Вот туда, за этим, видишь, там у них. Там земля. Ну мы же туда ехали. Ну понятно, здесь сейчас не подойти. Вот за, не подойти сейчас. Ну там они ждут, чтобы получили вот это, ну договор и разрешение, и там дорогу они сделают и выйдут. Я спросил, а там тоже так? Нет, там лучше. Ребят, ну на этом наша история не заканчивается. Мы приехали еще на один участок и нам показывают, надеюсь, сегодня уже последний, с видом на море. Ну, ландшафт такой интересный. По-моему, вдали я вижу пчел. Улики стоят. Ребят, заселились в гостиницу, хотел вам показать номер. Все стандартно, казалось бы, да? Туалет, душ, вот все стандартно. Ну, я случайно открыл балкон и увидел, что у меня здесь джакузи. Вообще, пушка. И здесь вечерняя марина. Крутые пейзажи. Утром красоту покажу вам. Друзья, всем привет. Мы утром, рано, ночью, я бы сказал, выехали из Урлы, из Мира. И вот мы приехали бодро. Сегодня у нас тоже тут будут встречи, обсуждения, дела. Сейчас поснимаю с автомобиля. Красивое место. Очень классно. Здесь курорт такой серьезный. И стройка идет глобальная. Ну, везде реклама стройки, что-то строится. И вдоль дороги тоже очень много строят. Мы приехали в марину Бодрума. Здесь очень много спортивных яхт. Так как у меня есть права международные, айвайте яхт, немножечко в этом соображают. Ну, кто был подписчиком и есть на нашем канале, видели, что мы на Камчатку ходили на яхте, и ходили на яхте на Чукотку. И, конечно же, это вообще другой мир. Он очень интересен, но он не простой. Он не простой. Ребята, прикольно. Дно чистят. Оптимальный вес. Ребята, ну вот смотрите. Небольшая деревушка. Залив. Здесь проходят даже международные соревнования по кайту. Кайт-школа здесь, а дальше земля в районе 5-6 гектар сельхозка на берегу. И люди готовы построить кайт-серфинг, лагерь. Ну, это должно быть как-то цивилизованно. А вот здесь они уже начали. Это вообще, я так понимаю, большая часть земли их выращивать авокадо и эвкалипт. Потому что здесь торфяники и хотят подсушить землю. Вот нам надо здесь сделать проект. Ну, отрисовать его с видео, с обоснованием, топосъемку сделать. Но даже если сделать такой проект, это стоит денег. То есть такой проект, по сути, в России стоит полтора-два миллиона. С выездом специалистов сделать топосъемку. Потом дизайнеры нарисуют, расписать концепцию. Вот наша задача сейчас будет предложить такой проект. И попробовать продать его. Проект, не юрты, пока только проект. Но для этого нам нужна команда, которую нам придется сейчас организовывать. У нас таких сил пока нет. Но я чувствую, что они нужны. Вот этот наш друг, скажем, который 82 года, отдал всю эту землю. Под некий, ну, как сад, сам видишь. Ну, рассаду продают. Да, рассаду продают. Но это достаточно такая большая территория, которую в свое время он купил. И оно находится прямо на перекрестке к Марморесу. В эту сторону. Показываю. 29 километров даже. Я ошибся немножко. До Мармореса. До Мармореса. До Мармореса. И вот моя территория. Если вы хотите, все автобусы, которые приезжают из Даламана, из аэропорта. Или те, которые на Марморес. Ну, единственная дорога, которая идет туда. Они проезжают отсюда. Машины проезжают местные. Автобусы проезжают с туристами. Если мы можем воспользоваться, подумай, посними. Ребят, доброе утро всем у нас. Сегодня рабочий день в Тамбул. С Дашулей мы отправились на работу. Сейчас я вам покажу наш рабочий день. Обычный в Тамбульске. С утра мы позавтракали. Как обычно, выпили 25 кружек чая. И пошагали пешком до трамвая. Очень много подъемчиков. Утром как раз можно заняться хайкингом. Я не знаю, понятно вам или нет, какой здесь угол подъема. Но он есть. Еще немножко лестниц. Очень много кошек в Стамбуле. К этому просто уже привыкаешь. Хотя я кошек, честно говоря, не люблю. У меня от них аллергия. Видите, они тут занимаются всякой ерундой по утрам. Очень старые строения на каждом шагу. Я не знаю, сколько этому строению лет. Но, судя по внешнему виду, очень много. Встречаются здесь и собаки. Очень с виду сытые. Наша утренняя дорога всегда идет через Султан Ахмед. Очень красиво. Все по сторонам. Сейчас я вам тоже все расскажу. Вернее, покажу. Рассказывать ничего не буду. Потому что мы торопимся на работу. И я решил сегодня поснимать все-таки. Как видите, с утра уже очень много людей. Но к обеду здесь не протолкнуться. Поэтому мы даже сегодня немножко поздновато вышли. И людей, я бы сказал, уже много. Вдалеке мы видим мечеть. Голубую. Дашуль, Софийская мечеть чем для тебя знаменательна? Расскажи. А я София? Да. То, что мы второй раз рядом с ней живем. Да. А то, что у тебя там две тысячи долларов вытащили, это не знаменательно? Ну, зачем об этом помнишь? Две тысячи баксов у нас, вернее у Даши, вытащили из рюкзака. Я это очень хорошо запомню. Это было хорошим, большим стимулом для дальнейших наших действий. Ну, я на них имел планы. Не получилось. Извините, да. Ну, как я и хотел сказать, что собаки здесь очень такие сытые. Все чипированные. Чипированные. Очень плотненькие такие. На расслабоне, на чиле. Ребят, ну вот эта мечеть. В ближайшее время мы туда, конечно, не пойдем уже. Но историю вам хотел рассказать. А мы продолжаем наше движение. Хочу сказать, что людей сегодня с утра еще немного. И мы шагаем на трамвай. А ты знаешь о полицейских тачках, которые здесь по площади есть? Нет, а что с ними? Ну, обрати внимание, здесь каждую минуту-две проезжает какая-нибудь красивая, ну, не знаю, как это сказать, крутая, дорогая, дорогой автомобиль. И сколько я видела, чаще всего там почему-то за рулем всегда девушки. В общем, эти дорогие автомобили были конфискованы за, ну, там, не знаю, налоги, наверное, скорее всего, у богатых людей. И как показательно, то именно на этой площади Тесла, а вчера мы видели Бугатти, какой-то еще автомобиль, который даже, не знаю, редкий очень. Вот они вряд ли здесь вот выстраиваются, с ними все фотографируются, но они вот так вот кружат. Вот так. То есть это что, показательная опорка? Показательная, да. Ой, ребят, ну, я надеюсь... Обклеили их, полиция, полиция обклеена, они все сейчас будут проезжать еще с ними. Я надеюсь, вы смотрели наши предыдущие серии, где мы показывали, каким образом регистрируют юрлица в Тамбуле, в Турции и какие здесь системы налогообложения. Мы здесь это все очень хорошо уже изучили и пользуемся этими инструментами, но, как в России, не получится. Ну, типа, не платить налоги. А, ну вот, смотрите, автомобиль. Бентли. Блин, классная тут тачка. Мне кажется, это реклама полицейского департамента, чтобы все хотели попасть в полицию Стамбула. Такая, маркетинг такой интересный. Я тоже хотел бы на Бентли погонять. Может быть, конечно, за это какие-то последствия. Но кому-то приходится и на обычных машинах поездить. Хорошо, когда не знаешь цены. 200 рублей стоит карта и 20 лир стоит проезд. Вот все с утра пополняют карты и покупают. Переходим пути. И сейчас карточкой проводим раз. Дашуля. Карточкой проводим два. И на 2 секунды не успели. И не успели, да. Ну, ничего страшного. Они очень часто здесь ходят. Поэтому, ну, подождем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходим с трамвайчика и вдали. Здание с лагами. Это наш офис. Если посмотреть на часы, то 3400 шагов у меня. У Даши, наверное, тоже самое, если она без меня нигде там не бегала. Ну, переходим дорогу быстренько. И идем в офис. Продолжаем движение. Здесь нас пропускают. Дашуля здесь уже как дома. Вот наша вывеска. Сибириан. И уж-то Ларе. Посмотрите, сколько людей уже в кафе. Почему не на работе? Почему не пересидеть? А тут что-то никого нет. Может быть, сегодня другой какой-то день? Ой, а где все? Никого нет. Дашуль, да все работают. Дашуль, давай на работу пошли. Здесь нужно тоже поподниматься. Физкультура у нас с утра на первом месте. Салям. Салям. Поднимаемся. И мы в офисе. Салям, салям. Это буржу. Салям. Так, здесь я с утра уже решаю этот вопрос. Это кабинет его. Здесь у нас Катерина сразу в бой. Здесь девчонки тоже работают. Но я иду салам алейкум. Да. Кто-то не любит сниматься, поэтому его сильно снимать не будем. Мы идем за чаем. С утра нам нужен чаёчек. Видите, здесь у них все с утра. Бананчики, мандаринчики. Вот уже каких-то набрали печенюшек, да? Калории тут никто вообще не считает. Вот здесь с Рейдисона уже набрали каких-то вкусняшек. Вот всё у них с утра. Начинается движуха. Ребят, ну вот чаёк. Пора и поработать. Я не читаю, я не вижу. Они пишут, платите банки. Мне не дали за какие-то сообщения, чтобы... Чай дали. О, благодарю. Право себе нес, ну да ладно. Так, у нас сегодня ещё одна встреча с финансовым консультантом. И нужно всё-таки определиться, какая будет система налогообложения. И какие субсидии мы можем получать в Турции. В каком объёме. В том числе. Вот это самые важные вопросы. Потому что Гафур уже вчера продал 5 юрт. То есть это сейчас как снежный кон будет накручиваться. И шагать вперёд. Ну это я уже попросил минимальный набор. Но в любом случае я уже сахар стараюсь не ложить. Но пирожочек, плюшечка, всё равно присутствует. И скорее всего я её съем. Как Джонан говорит, что калорий не считаем. Я говорю, не считаю. Конечно считаю. Всё время тут происходит поедание сладости. Ну не очень легко это всё происходит, потому что эмоциональные такие переговоры идут. И я до сих пор, кстати, не понимаю, о чём они говорят. То есть Мизия плотненько так на 2-3 минуты объяснит и всё. Я понял. Ребят, сейчас объясню. Здесь помимо НДС, КДВ, допустим за 100 лир вы продаёте, покупаете. Ну вообще 100 лир стоит ваш товар. А за 150 лир вы продаёте. У вас разница, это получается, доход 50 лир. И вы должны в конце года, в конце года правильно я говорю? Елсон должен. 25% оплатить. Или квартал. Всё окей, это включай, да. Мы в Турции уже не конец года, на каждые 3 месяца. На каждый квартал. Включай, каждый квартал. Ребят, мы приехали посмотреть местный хэлофайбер. Для того, чтобы сравнить, всё-таки везти его с Россией. Или покупать его здесь, в Стамбуле, в Турции. Здесь у них, видите, каким образом предоставлены варианты. И здесь всё расписано, пожалуйста. Выбирайте. Я сейчас рассказываю, какой хэлофайбер мы используем. Какой толщины, какая стоимость. И какой объём нам примерно интересно. Даша переводит меня всё. Катя всё записывает. Вот 500 грамм. Вот это стол сверху. Видите? Вот это. Вот запечатка. Как материал. У нас на поеде интересный кофе. Вкусно, понятно вообще. Очень вкусно. Ребят, ну, хотелось бы вам ещё показать наши модули. Свет сюда не попадает, поэтому вот покажу. Очень готовое, хорошее решение, да? Как в корабле. Обшивать здесь будем, конечно, по-другому. Это проба пера. Будет не пластик. Вагонка будет, да. А вот здесь уже видно, что можно попробовать и камышом. Это у нас мини-производство здесь, для того, чтобы всё перерабатывать. Сейчас, ребят, рельсы я видел. Это Узнава придумал. Говорит, такие рельсы не поднять, как бы, да? На рельсы двигаем туда, двигаем обратно. А, их раньше не было. Не было. А ты как думаешь? Не знаю. Раньше не было, да. Ты как думаешь? Здесь просто, смотрите, на выставку, когда мы ездим, уже три выставки было, а здесь у нас сборно-разборный подиум. Ну, сейчас во втором помещении покажу второй сборно-разборный подиум. И на них ставят вот это? Ну, всё, понял. Бетонные ножки, подпорка бетонная. Заливаем, достаем, ставим фундамент. Ну, у нас здесь есть небольшой минус. Ну, как бы, всё относительно. Мы, ну, а мы привыкли в России, поэтому для нас это не минус. Но здесь, короче, когда фура заезжает, прям, ну, такая местная проблема. Потому что у нас это в частном секторе. И здесь по-другому, ну, особо не получается. Пока мы планируем, чуть позже будет переезд. Но пока мы вот здесь, в частном секторе, сейчас покажу. Ну, вот видите, поэтому мы здесь всё перекрываем. И впоследствии заезжает вот прям сюда фура. И эти машины мы с утра выгоняем. Вот здесь у нас домашние кошки. Они вообще мощные. Так, сейчас всё вам покажу. Расскажу. Ну, сразу видно, да, что это мы. Решёточки. Ну, вот заходим, да. Сразу показываю вам наше складирование. Всё аккуратненько заполечено. Всё аккуратненько лежит. Здесь сетки. Здесь столбы стоят. Ну, здесь, кстати, у нас 20 юрт. И вот это офис. Сейчас здесь будем марафет наводить. И менеджера сюда посадим. Видите? Сибиря. Юрта Лари. Тут Мустафа, кстати, делает разные такие вещи. Ручные. Ну, короче, красавчик. Очень интересно. Двери открываются. Закрываются. В общем, так. Ну, здесь подиум, про который я вам рассказывал. Тоже для выставки. Немножко у нас тут всё, конечно, заскладировано. Ну, разбираемся по ходу. Также здесь стоит презентационная юрта. И можно её посмотреть. Вот здесь заходит, что это сразу пахнет деревом. Очень круто. Ребят, соответственно, с Европы, если вы можете спокойно оставить заявку. И нам даже не нужно делать экспорт из России. Мы сделаем так называемый реэкспорт из Стамбула. И отправим вам юрту спокойно через Болгарию. Или прямо напрямик в Турции, куда нужно в страну Европы. Если же это Африка или Южная Америка, то тогда мы сможем уже сами отправить вам водичкой. Но нам очень интересно продавать в Турции и в странах Европы. Сейчас, кстати, продали крупную партию на Шри-Ланке и в Египет. Шагали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова